Необычное карнавальное шествие в посёлке проходит уже третий год. Принять участие в этой затее могли все желающие. В итоге семь конкурсантов представили на суд жюри и зрителей свои детские коляски, а вернее сказать, уникальные арт-объекты. Каждый использовал свою технологию, приспособления и аксессуары. На всех подъездах, на всех детских площадках, со всеми родителями было проговорено о том, что будет такой праздник, поскольку он проводится не первый раз. У нас в прошлом году был задан тон такой, что многие испугались, сказали, что не справятся с теми колясками, которые были в прошлом году. Наталья Корсакова принимает участие в параде вместе с сыном Артёмом, которому два года и восемь месяцев. В следующем уже не получится, ведь в конкурсе ограничения по возрасту для малышей только до трёх лет. Но молодая мама не отчаивается, говорит, родим ещё одного. Это у нас вообще чудо-машина, которая производит конфеты шоколадные, клубничные. Поэтому у нас незнайка на чудо-машине. У нас Савхус Ленин славится чем? Клубникой. Поэтому вот и я клубника, и машина у нас производит клубничные конфеты. А вот Алиса и Кирилл Комарицкий вдохновились лондонским стилем. Мэри Поппинс и маленький Гарри Поттер своим очарованием покорили зрителей. Алиса – преподаватель английского языка и поклонница детективов Агаты Кристи. Признаётся, чтобы соорудить коляску в виде телефонной будки, потребовалась помощь многочисленных родственников. Моя была идея, поскольку оформление давалось не очень легко, вообще я не очень умею делать что-либо руками. Поэтому хотела взять какой-то оригинальной идеей. Поэтому вот пришла в голову именно лондонская будка. Нигде аналогов мы не нашли. Делали самостоятельно с нуля. Перед началом парадного шествия прошло поздравление юбиляров супружеских пар. Два лебедя, 55, да, как тут? Лебеди. Лебединая верность, ура! Ваши аплодисменты долгие и нескончаемые. Ура, зарегистрирован 23 марта 1961 года. Сюрпризом для гостей праздника стал забег в ползунках. Он проходил впервые. Самые маленькие спортсмены соревновались в скорости ползания на специально организованных дорожках. В течение двух минут мамы показывали своим малышам направление движения, не трогая их руками. По правилам конкурса было разрешено использовать все, что привлечет внимание крошечного участника. Игрушки, погремушки и даже личный пример. Первое место делят две дорожки. Первое и третье. Тут помогать поближе. Аплодисменты не прекращаются громче. Жюри оценивали коляски по следующим критериям – художественное оформление, оригинальность и артистичность. В итоге победителями стали все представленные экипажи, но в разных номинациях. Самые веселые, самые сказочные и даже самые совхозные. Но самое главное – все зарядились яркими положительными эмоциями. И праздник получился действительно семейным. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.